Итак, у нас следующий поединок Весовая категория Весовая категория 61 килограмм У нас представитель из Народской области Турсюмбек Мариамбек Улу И его противник Бейсултан Куатпек Улу Если говорить о них, то В белочерных шортах, вот слева Это у нас Турсюмбек Мариамбек Улу В черных однотонных шортах Это у нас Бейсултан Куатпек Улу Очень популярная весовая категория Размашистые удары Ну, честно говоря, я не сторонник Вот таких размашистых Ударов, почему? Потому что Они, ох, какой Прямой джеб-то, а Прям по цели, но не растерялся, спасается он В партере, пытается перевести В бой в партер, отдышаться, как говорится Восстановиться, но пока что не удается Продолжу Свою мысль после этого эпизода Так Нужно либо разрывать дистанцию Либо нужно проводить тейкдаун Другого варианта нету Задержались они в такой ситуации Да, нужно работать коленями, коленями из клича То есть, вот теперь мы видим хоккейный клич Да, как назвать? О, он отличный тейкдаун Бросковая техника И самбо дзюдо прямо к нам Прибыло Можем телезрители заказывали дзюдо И самбо Вот вам дзюдо самбо Зацеп снаружи И бросок Через бедра Классика Турсенбек Савказал Узатал Нагин Кайра Возстановился Очень неплохо В принципе Вот это джеб Длинный джеб прямой Ну, действительно Очень был таким, знаете Неожиданно Не то, что боять Я сам не успел Среагировать на этот удар Так Караван болит шпион Да, не успел Разглядеть Хорошенько Так, занимает он Выгодную позицию Правильно Нужно отдирать ногу Нужно входить Решил все-таки Не залезать в партер К сопернику Так Неплохо Лоу-кик Так Входит в дистанцию Два разма Ох, отличный джеб Отличная двойка Ну, видно, что вот Руки очень хорошо поставлены Именно у бойца Бексутан Кладбекулу Точнее Турсенбек Майрэмбекулу Буачим Бексутан Савказал Очень хорошо поставлены руки То есть вот эти Двойки Комбинации Прямые Они проходят Прямые удары проходят Прямые всегда проходили Вообще джеб Роль джеба какая Вообще, если говорить о боксе То есть о боксе Ну, как классический Видео Набор, с которым Ну, именно Заточено под Бой руками Джеб Он всегда Несет характер Разведки Джеб Не всегда тяжелый Не всегда нокаутирующий Но он всегда Отвлекающий И знаете, такой Легкий Быстрый Хлесткий удар Который сложно поймать Возьмем любой Боксерский поединок И в мировой практике Джебы всегда часто проходят Нежели боковые удары Но Очень короткие Вообще По исполнению удары И соответственно Его ловить Очень сложно Но С другой стороны Есть и плюсы Это удара Например Если Ты работаешь с джебом В основном То есть В разведке И если хорошо попадешь Своевременно Быстро Хлестко Можно в принципе И нокаутировать Ну Как минимум Харшевкин Да Если навстречу Поймаешь Можно и как бы Сделать нокдаун Который мы сейчас В принципе Видели Так что Не стоит недооценивать Джеб Да Боковые удары Они эффектные Они сильные Они нокаутирующие Но Джеб тоже играет Огромную роль Итак Продолжаем наблюдать Ну Корявенький Честно говоря Удар с разворота В корпус Но его Было видно Я думаю Даже из Таджикистана Не Готажистан Ну Как бы Типа далековато Сейчас Отбежки Образ Да Я это Как бы Привел Метафору Ну ладно Скажу Из Южного полюса Его было видно Из Южного полюса Вы представляете Да Так Отлично На отходе Короткий боковой Но Не хватило Немножко сил Ох Отлично Попал Прошел Пытается Пройти Парта Так Ну попал Тут уже в гильотину Нужно уже зажимать Дальше Дальше Зажимать Не люблю Оказываться В такой ситуации Когда Тебя берут За шею И пытаются Контролировать Это очень сложно Потому что С одной стороны Тебе плохо дышать С другой стороны Если тебя еще тянут То есть Прижимают руками То есть Между ног То есть Во-первых Они давят На почки То есть На живот На почки Даже можно захватить Немножко Я бы сказал Ребра Это очень больно Со стороны Зрителям Это незаметно А когда ты Этот контроль Чувствуешь На себе Это очень больно Болезненно Ну и Дискомфорт Такой вызывает И плюс Тебя в это время Еще душат Соответственно Очень такое Сильное давление Происходит Мы сейчас Вот на данном Примере Сейчас разберем Этот момент Вот боец Просовывает ноги Сейчас он будет Брать в замок Вот пытается Сейчас замок Захлопнуть Ну почти Почти А ну все Взял замок Вытягивается Одновременно Растягивая спортсмена От противника Плюс Души То есть Пытается душить Соответственно Теперь в такой ситуации Ему нужно Нужно либо вперед Либо Сбоку ходить Это очень сложно Остановил рефери Да Слишком как тот Вяленько у нас Произошло Попытка удушения И раунд закончился Холун кошип Мунтпаштавом Берег Ихмата Откарался Барбер был Измоксат Надеть Шкрек Турсынбек Майрам Бекуулы Нарнобусынан Байец Спортклугунын өкілі Рустам Рустам Өмірбеков Тұн Коласын Дамашығат Дамашығат Танғағат Тұрсынбеки Бек Султан Бек Султан Бек Султан Спортклубын өкілі Блек Панчер Блек Панчер Наржалуат Огылысында Далшындай Кара Панчер Демек Клуб пардағын Далышол Бек Султан Машыл Кален Мушкер Азар Кучер Берек Султан Кенжи Бек Султан Каласын Машыл Курат Кенжи Бек Султан Бек Султан Мактайны Дамашын Партажа на уровне Пардағын Далышны Если ты тренируешься У Кенжи Бек Султан Ты значит Как Грейси Да можно сказать Являешься представителем Хорошего Джиу-джицу И греплинга Так пытается Болевую на Нугу Сделать Боец В черных шортах Это у нас Бек Султан Каласын Не то чтобы на ногу А именно на Ахиллесу и пету Называется Болевую на Ахиллесу и пету Когда Именно вот Стопу Тебя заламывают Такую боль Не потепишь Честно говоря Я вот сколько видел Примеры Болевого данного И всегда бойцы В 99% Сдавались Даже в 100% Потому что Если ты будешь Продолжать Упрямиться Тебе могут Сломать ногу Так Пытается здесь Доминировать Турсунбек Майрамбек Улу И у него пока что Получается Так Неплохо Оттянул И так Всадил-то В дартс Сверху Так Прошел в ноги Проморгал Проморгал Майрамбек Турсунбек Турсунбек Сделать распятие И добить В начале Он и так и делал А потом же Убрал ногу Соответственно Отдал Боковой контроль И в принципе Произошло То что должно Было случиться Ну что ж Довольно таки Яркая победа Я бы сказал И интересный поединок Честно говоря Я получил Некое удовольствие От просмотра Потому что Совсем неплохие Навыки В партере Ведение боя Вообще Сапатту Бетнеш Да Хотя Исс Элекшн Да То есть На Турсунбек Шантеп Майрамбек Олл Дженгишке Олл Дженгишменен Куттайбы Сапатту Дженгиш Башында Соқ Көйткеру Аллелие Туйсо Кыны Бирок Ага Кырвастан Аяғында Дженгкетте Аяғында